Жители Китая в ожидании праздника весны или нового года по лунному календарю. Его будут отмечать 8 февраля, но готовиться к главному торжеству в стране начинают уже сейчас. Народные умельцы изготавливают традиционные новогодние украшения на продажу, а на рынках сувенирной продукции заметное оживление. Жительница города Гауми Ци Сюхуа личность в Китае известная. Она хранительница древнего китайского ремесла. Вырезание из бумаги. Такими подделками китайцы издревле украшали дом, готовясь встречать Новый год по лунному календарю. Главный праздник страны уже не за горами. Вот Ци Сюхуа и села за любимое занятие. Поскольку наступающий лунный год пройдет под знаком обезьяны, животное чаще всего встречается в новогодних работах умелицы. Из всех животных китайского 12-летнего цикла обезьяны отличают ум и ловкость. Именно это я и старалась выразить в своих работах. А еще те качества, которыми обычно наделяют людей, рожденных в год обезьяны. Быстроту, аккуратность и основательность. Некоторые работы Ци Сюха также посвящены наиболее значимым событиям уходящего года. К таким женщина относит снятие запрета на рождение второго ребенка в китайских семьях. Поэтому и дополнила свои творения пожеланиям достатка и прибавления в семействе. Из-за послаблений в политике ограничения рождаемости многие семьи в Китае подумывают о втором ребенке. Поэтому я добавила пожелания достатка и прибавления в семействе в некоторые свои работы. Еще один атрибут новогоднего убранства в Китае – парные надписи «Чунлянь». По сути, это тоже пожелания, написанные в одном из каллиграфических стилей. В канун лунного Нового года китайцы наклеивают такие надписи на двери своих домов. Спрос на украшения стабильно высок. Причем покупать «Чунлянь» начинают задолго до праздника. Продавцы отмечают интересную особенность. С каждым годом надписи с пожеланием материальных благ пользуются все меньшей популярностью. Торгуем чуть больше двух месяцев. Уже выручили около 500 тысяч иваней. В этом году лучше всего покупают надписи, в которых есть слово «благополучие». Люди богатеют, материальные блага отходят на второй план. Их сменило более абстрактное понятие. Слово «благополучие» теперь есть во многих надписях, которые мы раньше даже не печатали. Все заметнее приближение Нового года по лунному календарю и в торговых центрах. Растет спрос на костюмы для новогодних фотосессий, маски, сувенирную продукцию. Взрослых костюмов уже не осталось. Есть только детские. Очень много людей приходит. Чаще всего спрашивают костюмы обезьяны. Способов создать праздничное настроение китайские магазины предлагают множество. Впрочем, главным украшением торжества, конечно, остается праздничный стол. Подготовке которого в Китае уделяют не меньшее внимание, чем оформлению помещения, в котором пройдет главное застолье года. Содзя Ди и Си Си Ти Ви.